Это обычный полиэтилен Но с помощью специальной обработки ему придано необычное свойство Сжиматься под воздействием тепла Эффект называется термоусадкой Какая способность появилась у полиэтилена в результате воздействия на него мощным пучком электронов? Это лишь один из примеров новых возможностей, которые дали нам ускорители электронов Новосибирск Институт ядерной физики Один из крупнейших в СССР исследовательских центров Здесь для познания фундаментальных свойств материи Один за другим создавались все более мощные ускорители Ныне энергии пучков достигают миллиардов электрон-вольт Это ускорительное кольцо протянулось на сотни метров Но ведь промышленности нужны ускорители простые, компактные Весь опыт, накопленный учеными института Вся научная и техническая культура Были использованы для создания небольших промышленных установок Сейчас вы видите, насколько проста и удобна их конструкция Генератор ускоряющего напряжения выполнен как повышающий трансформатор В колонну выпрямительных секций встроена ускорительная трубка Секции последовательно повышают напряжение Ускорители подобного типа непрерывного действия Называются они электронно-лучевыми выпрямителями В том же институте созданы ускорители иного типа Высокочастотные, импульсные Их схема решена необычайно изящно и остроумно Она не имеет аналогов в мировой практике Здесь нет электронной трубки Нет высоковольтной изоляции Это, можно сказать, предел простоты Источник ускоряющего напряжения – троидальный резонатор Электронный пучок возникает сразу же, как только напряжение на резонаторе достигает необходимой величины Непосредственно на резонаторе размещен высокочастотный генератор Собранный на основе обычного импульсного триода Итак, обе схемы просты и компактны Мощность энергии электронно-лучевого выпрямителя Может быть повышена за счет удлинения ускорительной трубки И увеличение количества секций А в импульсном рабочая частота и энергия зависит от величины ускоряющего зазора При постоянной мощности импульсные дают более широкий диапазон энергии На практике широко применяются оба типа ускорителей Зачастую они оборудуются сходными устройствами для выпуска пучка электронов Устройство типа РАСТРУП Луч работает по принципу линейной развертки Сегодня десятки установок, изготовленных в Новосибирске Успешно работают, облучая кабельную изоляцию Искусственные волокные ткани, полимерные пленки и смолы Затраты на внедрение технологии окупаются в течение нескольких месяцев Но ускорители нашли применение не только в промышленности Всем, кто занят перевозкой или хранением зерна Хорошо известно, сколько сил требует борьба с амбарными вредителями Им известно, что даже многократная химическая обработка малоэффективна Но достаточно один раз пропустить поток зерна под РАСТРУПом ускорителя Чтобы полностью очистить его от вредителей При этом, сколь мощным ни был бы поток электронов Он абсолютно не в состоянии вызвать какую-либо остаточную радиацию Это процесс исключительно чистый В самом полном и широком смысле этого слова Поэтому он может сыграть очень важную роль в защите окружающей среды В числе самых острых проблем крупных животноводческих комплексов Проблема обеззараживания стоков Биологически сточные воды чрезвычайно активны Они буквально отравляют почву и водоемы Электронный пучок мгновенно избавляет от всех микроорганизмов Теперь обеззараженные стоки можно направлять в обычные очистные сооружения Стерилизация промышленных и коммунальных стоков Это та новая сфера, в которой должны широко применяться ускорители электронов Когда необходимо всестороннее облучение изделий Применяется квазикольцевая развертка Поток, состоящий из отдельных импульсов, распределяется по трем каналам Создавая объемное поле облучения В него можно помещать одну или несколько труб Выпускное устройство, которое называется концентрированный пучок Энергетические параметры пучка, выведенного в атмосферу Позволяют резать и сваривать металлы, когда это невозможно сделать иными методами Еще раз посмотрим, как изменились свойства изделий после облучения Мы взяли обычный полимерный материал и тот, что прошел под пучком электронов Загорается изоляция только из обычного, не облученного полиэтилена Право на использование лицензий Предоставляет внешнеторговое объединение Сам факт создания ускорителей Учеными крупнейшего исследовательского центра Института ядерной физики Служит залогом высокого научного и технического уровня разработки и исполнения Служит залогом высокого и технического уровня